Сегодняшняя тема 1. Финансирование и здравоохранение необходимо задействовать механизм взаимного некоммерческого страхования. Взаимное страхование существует тысячи лет, в России оно появилось в XIX веке на крупных предприятиях, как механизм солидарной ответственности при получении медицинской помощи. К 1917 году на одном только Путиловском заводе в Петербурге в Обществе взаимного страхования, ОВЭС, состояло свыше 17 тысяч рабочих и членов их семей. Однако после революции все ОВЭС в России были закрыты. В других странах ОВЭС получили свое развитие и заняли прочную нишу по оплате медицинской помощи. Так, например, во Франции до 16% всего бюджета здравоохранения покрывается за счет средств обществ взаимного страхования, в Японии 80% всех страховых компаний, осуществляющих медицинское страхование, являются обществами взаимного страхования. В развитых странах мира действуют существенные налоговые льготы для физических и юридических лиц, участвующих в обществах взаимного страхования. В Российской Федерации действует 286 ФЗ, о взаимном страховании. Однако ограничения, введенные законом, по видам страхования и по количеству членов ОВЭС в 2000 год физических лиц, делают невозможным функционирование обществ взаимного страхования в сфере здравоохранения. Для того, чтобы открыть возможности финансового ресурса взаимного некоммерческого страхования в здравоохранении, необходимо внести поправки в 286 год ФЗ, о взаимном страховании, и в закон РФ от 27 ноября 1992 года Н4015-Ай, об организации страхового дела в Российской Федерации. Данные поправки должны снять количественные ограничения по численности членов ОВЭС. Это необходимо сделать для того, чтобы деятельность ОВЭС была финансово устойчивой. Большая численность позволит формировать крупные резервные фонды, капитализация которых должна стабилизировать расходы ОВЭС. Кроме того, необходимо дополнить перечень видов страхования, разрешенных ОВЭС медицинским страхованием. Учитывая слабое распространение индивидуальной и коллективной страховой защиты граждан в Российской Федерации, необходимо внести поправки в Налоговый кодекс РФ. Данные поправки должны стимулировать граждан и предприятия направлять средства на некоммерческое страхование. 2. Система обязательного медицинского страхования, в ее современном виде практически полностью утратила страховые принципы. По факту, страховые компании, в соответствии с новым законом ОВЭС, перестали выполнять свои функции по защите пациента и сосредоточили деятельность на выявлении недочетов в диагностике и лечении. Основным источником средств страховых компаний стала не прибыль, а штрафы, взимаемые с лечебных учреждений. С введением одноканального финансирования в бюджет ОМС будут превалировать средства страхования неработающего населения, которые являются бюджетными обязательствами. Учитывая нерыночный характер государственного обеспечения бесплатной медицинской помощи и доминируя роль бюджетного финансирования, систему ОМС следует перевести на полностью бюджетный механизм. Страховые взносы работодателей трансформировать в налоговые платежи. Объемы обязательств по финансированию государственного обеспечения бесплатной медицинской помощи должны определяться в соответствии с едиными для всех стандартами. Контроль качества медицинской помощи передать профессиональным и предпринимательским саморегулируемым организациям, которые будут выполнять эти функции в соответствии со своими стандартами. Государственный заказ на выполнение услуг по медицинской помощи должен распределяться на конкурентных принципах в виде конкурсов, аукционов или биржевых торгов. Основным регулятором условий конкурсов должны стать саморегулируемые организации предпринимательского типа, издающие единые для всех участников стандарты медицинской деятельности. 3. Система оплаты медицинских услуг должна быть построена по новому принципу. Право на полностью бесплатную медицинскую помощь должны сохранить отдельные категории граждан, инвалиды, дети, пенсионеры, безработные, военные и полицейские. Объемы и виды бесплатной помощи должны определяться программой государственного обеспечения бесплатной медицинской помощи, которая должна финансироваться бюджетной системой Российской Федерации. Условия оказания медицинской помощи должны определяться едиными для всех, 1. Стандартами медицинской помощи, 2. Стандартами предпринимательской деятельности в здравоохранении, 3. Медико-экономическими стандартами. Работающее население должно получать медицинскую помощь за счет двух основных источников – добровольного медицинского страхования и взаимного некоммерческого страхования. Взносы в ДМС и ОВС могут делать как работодатели, так и сами граждане, граждане и работодатели, оплачивающие взносы в ДМС и ОВС должны пользоваться существенными налоговыми льготами. 4. Необходимо коренным образом изменить систему оплаты труда врачей. Сейчас врач, работающий в системе ОМС, связан с работодателем трудовым соглашением, который определяет время работы и размер заработной платы. При расчете размера оплаты труда не учитывается время, затрачиваемое на медицинские услуги, критерии сложности и само количество медицинских услуг. Подобное игнорирование объективных трудовых показателей приводит к тому, что врач теряет мотивацию к своей работе. Необходимо переходить от социалистической системы к рыночно-ориентированной гонорарно-повременной системе оплаты труда врача, которая создаст не только мотивацию на качественное оказание медицинской помощи, но и формирует стимулы к профессиональному совершенствованию. Главным показателем, который необходимо взять за основу определения размера заработной платы, должна стать стоимость одного часа работы врача. Источник – drdefizkiller.livjournal.com Стоимость 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 Стоимость